Альбика Ильясова Накануне в Москве был организован седьмой международный благотворительный кадетский бал. Вечер памяти легендарного филолога Николая Лебана прошел в одной из столичных библиотек. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Москве состоялась конференция «Киноиндустрия в новой реальности». Инициатором мероприятия выступили Министерство культуры России и киностудия имени Горького. Ключевые лица в сфере кинематографа подвели итоги года, обсудили актуальные вызовы отрасли и возможности для развития. Подробности в следующем сюжете. В этом году прошла третья отраслевая конференция в области киноиндустрии, ставшей уже ежегодной. Тема встречи «Киноиндустрия в новой реальности» отражает главную проблему, на которую обратили внимание спикеры во время своих выступлений. Как изменился отечественный кинематограф в новых реалиях? С какими вызовами и трудностями пришлось столкнуться в этом году? «Мы столкнулись с проблемами закупки оборудования и программного обеспечения, многое из которых стало нам недоступно, и нужно искать новые пути решения этого вопроса. У нас, безусловно, ощущается заметная нехватка кадров». «Плавка стоит очень высоко, вот эта конкурентная, да, и мы должны соответствовать. Поэтому денег-то, конечно, нужно больше. Это самое простое, что мы разделим государство, с моей точки зрения. Но если мы не сможем его мозгами крепить, то действительно это будут деньги на ветер». А о том, где же воспитать и обучить те самые мозги наших будущих режиссеров, актеров, продюсеров и сценаристов, обсудили на панельной дискуссии ректоров ГИКа Владимир Малышев, директор по производству компании Start Production Сергей Маевский, заместитель министра культуры России Надежда Преподобная и другие ведущие представители кино- и телеиндустрии. Также необходимо отметить, что спикеры на протяжении всей конференции большое внимание уделяли положительным итогам года в отечественной киноиндустрии. «Открылись возможности для роста собственного отечественного кинопроизводства, импортозамещения, развивается образование в области кино и в целом в области креативных индустрий. Регионы все активнее включаются в киноотрасль и вводят новые дополнительные меры поддержки». Несомненно, этот год стал беспрецедентным с точки зрения тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться всей отрасли по производству кино в нашей стране. Однако, как отмечают эксперты, мы не перестаем развивать эту индустрию и сотрудничать с другими государствами. «Мы перешли в Индию, завтра я полечу в Гонконг, и Китай постепенно открывается, мы очень рассчитываем на этот рынок, будем договариваться, будем добиваться возможности присутствия на всех возможных площадках. Впереди очень серьезный рынок, который очень серьезно уже заявлял о себе в момент коронавируса – это Латинская Америка. Хорошо прошел Вьетнам, хорошо прошел Гуа, повторюсь. Дубай, Ближний Восток, Арабские Эмираты. Огромное спасибо абсолютным подвижникам, нашим продюсерам, которые, несмотря ни на что, продолжают биться за все возможные возможности, которые открываются и не открываются. Для нас они стучатся во все двери, открыты они или нет. Виктор Денисов специально для телеканала «Русский мир». В кинотеатре «Москино Космос» состоялся торжественный киноконцерт в честь 100-летнего юбилея Советского Союза. Мероприятие стало итоговым событием кинофорума «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве», который на протяжении почти 8 месяцев проходил в сети кинотеатров «Москино». О том, как прошло торжественное завершение кинофорума, расскажет моя коллега Евгения Фухурдинова. Кинофорум к столетию СССР завершился концертом популярной советской киномузыки. Программа мероприятия состояла из песен и инструментальной музыки, которая была написана выдающимися советскими композиторами к самым известным фильмам национальных киностудий. В советском кино работали великие композиторы. Вот самые замечательные композиторы. Это и Бабаджанян, и Баснер. То, что писали эти композиторы, это был такой значимый музыкальный ряд, который играл свою роль в каждом фильме. Она работала на образ, на образ фильма, на образы героев. И это была очень подробная работа у этих великих композиторов. В сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством Сергея Скрипки прозвучали композиции из кинолент «Мимино», «Белые росы», «Долгая дорога в дюнах», «Невеста с севера» и других. В концерте приняли участие заслуженные советские и российские артисты театра и кино. Сейчас мы живем в мире, когда музыки нет. Есть треки, есть какие-то, не знаю, созданные по каким-то лекалам так называемые песни. А мы сегодня говорим о том периоде, когда композиторы, поэты, художники, актеры, режиссеры, актрисы работали не для хит-парадов, не для церемоний вручения друг другу бесконечных статуэток. Это было их творческое высказывание. Сегодня мне впервые предложили исполнить песню из фильма «Белые росы» знаменитые «Страдания». Попробуем сегодня пострадать рядом с легендарным оркестром и великим Сергеем Ивановичем Скрипкой. Заключительные показы форума пройдут 18, 21 и 25 декабря в сети кинотеатров «Москино». Не упустите возможность насладиться шедеврами советского кинематографа в последние дни уходящего года на большом экране. Евгения Фахурдинова, Екатерина Матвеева, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». В гостином дворе в Москве состоялся международный благотворительный кадетский бал. Ежегодно в нем принимают участие лучшие воспитанники кадетских учреждений, образовательных школ с кадетскими классами, члены молодежных спортивно-патриотических клубов России, а также участники и гости из дружественных стран. О том, как прошло торжество, расскажет Екатерина Матвеева. В Москве состоялся седьмой международный благотворительный кадетский бал, в котором приняли участие кадеты из 74 субъектов России, а также из Донецкой и Луганской народных республик и гости из дружественных стран. Всего в мероприятии приняли участие более полутора тысяч детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны. Не обошлось и без новых участников – делегаций кадетских общеобразовательных учреждений Дальнего Востока, Камчатского, Приморского, Забайкальского края, Магаданска и Сахалинской областей. Программа нашего мероприятия состояла из четырех дней. 10 числа ребята приехали в Москву. 11 числа у них была культурная программа. Они посетили музей вооруженных сил, за что огромное спасибо руководству, руководителю музея вооруженных сил. Далее они поехали на обзорную экскурсию и посмотрели, какая красивая наша Москва. А буквально через пару дней наступил самый долгожданный момент – бал, которому ребята усердно готовились на протяжении нескольких месяцев. О том, как были отобраны члены делегации из разных уголков нашей страны и как проходила подготовка, рассказали участники мероприятия. Первый раз мы с ребятами на Московском благотворительном кадетском балу были в 2019 году. Участниками бала являются кадеты 10 класса. Вот в том составе, в каком они есть. Ребята занимаются хореографией с первого класса. Ну и давно мечтали попасть именно сюда, на этот бал. Мы все первый раз очень волнуемся. За два месяца мы получили приглашение. Начали выбирать платье. Это было самое трудное, потому что у всех девочек разные вкусы. Нужно выбрать цвет, платье. Несомненно, выбрать платье на такое важное мероприятие довольно непросто. Да так, чтобы фасон и цвет подходил всем участникам. Ведь представителям одной делегации следовало быть одетым одинаково. И если с кадетской формой было все более-менее понятно, то вот с нарядом для юных барышень пришлось поломать голову. И все старания окупились сполна. От девушек было невозможно оторвать глаз. А как готовились к балу юноша? Мы готовились ежедневно, каждый день усердные тренировки по несколько часов. Но это того стоит. Масштабное мероприятие, очень хорошие эмоции. Потому что они переполняют просто меня. В этом году жюри Международного благотворительного кадетского бала рассмотрели более тысячи заявок видеопрезентации. В этих роликах ребята рассказали, почему выбрали именно кадетское образование. Поделились своими достижениями, планами и целями. Екатерина Матвеева, Андрей Челышев. Специально для телерадиокомпании «Русский мир». Мемориальный вечер, который был посвящен знаменитому российскому филологу и легендарному преподавателю Московского государственного университета Николаю Либану, прошел накануне в Москве. На вечере памяти побывала Татьяна Орлова. Подробности далее. Николай Либан – историк русской литературы, педагог с большой буквы. Его имя навсегда вошло в историю отечественной филологии, как уникального лектора и хранителя русского слова. Накануне в Московской библиотеке имени Федорова был организован вечер памяти Николая Ивановича. Для него история литературы была не только наукой, но и смыслом жизни. Сквозь призму творчества Лескова он учил своих студентов главным жизненным постулатом – чести, достоинству, любви. На его лекции сложно было попасть, ведь их посещали не только студенты, но и все, кого интересовала русская литература. Я проработал с ним около 30 лет на одной кафедре. Я помню то время, когда Николай Иванович Либан воспринимался как своего рода посредний хранитель каких-то воспоминаний о давно прошедших временах в культуре, который помнил несколько поколений людей, имевших непосредственное отношение к оформлению гуманитарной культуры России в XX веке. В ходе вечера каждый из присутствующих, вспоминая великого филолога, еще раз убедился в том, что не все поглощается временем. Удивительные по своему содержанию и красоте лекции Николая Ивановича получили вторую жизнь. Они трансформированы в книги благодаря его ученикам и вдове Вере Харламовой Либан. А уникальные аудиозаписи его лекции идут в рамках проекта «Золотые лекции русского мира» на нашем радиоканале. Сам он был человеком живого, творческого слова. Слово, которое пробивало сердца его слушателей, слово, которое заражало, слово, которое заставляло развиваться и двигаться. В этом году исполнилось 15 лет со дня ухода Николая Либана, и за это время было сделано очень многое его учениками и вдовой. Вышли в свет четыре тома о жизни и профессиональной деятельности ученого. В некотором смысле сейчас можно говорить, что творческий филологический материк Либана представлен во всей своей полноте. Следующим шагом, по мнению его близких, должна быть масштабная выставка о жизни и деятельности гениального филолога. Он был прекрасным педагогом и уникальным человеком. И такие вечера помогают нам ощущать себя людьми и поддерживать в себе то великое нравственное начало, которому он нас всегда учил. В конце вечера гости почтили память Николая Либана просмотром отрывка видеозаписи одной из его последних лекций. Отстали из нас теперь. Это война. Где-то годы войны. А для которой не ехали, вы прощаете, это то, что они не улетели. Татьяна Орлова, Екатерина Матвеева. Специально для телерадиокомпании «Русский мир». Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь в курсе событий, следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете прислать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания.